Здравствуйте дорогие друзья, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Я инвестирую на фондовом рынке с конца прошлого века. На канале показываю свои личные инвестиции, выкладываю обучающие ролики и делюсь собственными инвестиционными мнениями. Подтверждаю своим опытом и достижениями, что долгосрочные инвестиции это верный путь к финансовой независимости. Сегодня очень интересное видео и я не преувеличиваю. Итоги инвестирования по моей российской части инвестиционного портфеля за 2019 год. Будет показан рост активов с начала года и учтена дивидендная доходность. Результат получился кстати очень хороший. Ну как говорится никогда такого не было и вот опять. Ранее я выводил свою дивидендную доходность к текущей цене и не учитывал рост активов. Многие видели мои видео про дивидендную зарплату на канале. Если не видели, то посмотрите обязательно, это тоже было вполне себе интересно. Так вот, сейчас по итогам этого года покажу результаты и по росту активов тоже. И сравню результаты с бенчмарком. Бенчмарк это некий эталон, для тех кто не знает. В нашем случае это будет индекс МОЗ биржи. Не буду углубляться в сторону индекса РТС и долларовых цен. Если интересно, то сделайте это сами со своими инвестиционными портфелями. И еще дополнение. В этом видео не будет скриншотов, подтверждающих реальность моего портфеля. Если кто-то сомневается, то на канале полно видео с моим реальным портфелем. Потрудитесь посмотреть, если возникнут сомнения. Итак, поехали. Сначала посмотрим на индекс МОЗ биржи. Причем возьму индекс полной доходности, то есть с дивидендами. Есть такой индекс. Рост индекса МОЗ биржи с полной доходностью за 2019 год 38%. Мощный рост. Сразу хочется подравить всех инвесторов с таким великолепным ростом. А теперь посмотрим, что получилось у меня. Сначала ознакомимся с общей структурой моей российской части инвестиционного портфеля. Вот она на диаграмме. Видно, что очень много Сбербанка. Сбербанка больше, чем на 6 миллионов рублей в портфеле. В общем-то, Сбербанк в основном и определил общие результаты моего инвестирования за прошедший год. Вот так вел себя Сбербанк в прошедшем году. Мы видим это на графике. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 36% за прошедший год. Также по этим акциям были выплачены дивиденды. Если высчитать дивидендную доходность к цене акций на начало года, то получится очень приятное значение 8,6% годовых. Дивидендная доходность даже больше, чем на депозите в том же банке. А ведь еще и рост цены акций 36%, как я уже сказал. Кстати, за прошедший год будут выплачены дивиденды, которые увеличатся относительно прошлых примерно на 15-20%. Ну, таковы прогнозы. То есть, прибыль по обыкновенным акциям Сбербанка за прошлый год составила 36% от роста цены акций плюс 8,6% от дивидендов. Хорошая прибыль по Сбербанку, согласитесь. Но пока прибыль не зафиксирована, она бумажная. И я, конечно же, фиксировать не собираюсь ничего. Я инвестирую, я не спекулирую. И этот результат – результат инвестиций, а не спекуляций. Обратите внимание, что почти все акции, подавляющее большинство, пролежали в портфеле целый круглый год. Так, я не буду рассматривать все эмитенты портфеля. Сейчас быстро покажу наиболее интересные, которые выросли сильнее всего и те, которые снизились в цене для полнатой картины. А потом итоги и выводы. Смотрите, будет интересно, будут дополнительные комментарии по эмитентам. Давайте сразу покажу магнит. Его у меня тоже довольно много, но относительно. А результаты по нему как раз-таки и не очень. То есть, покажу не только лучшие результаты, но стараясь быть объективным. Вот что было с магнитом за прошедший год. Это видно на графике. Совершенно некрасивый график. Было зафиксировано падение котировок на 4% за год. Отчеты выходили, в общем, не очень хорошие. Была излишне агрессивная стратегия развития. Поменялся директор. Команда еще не устоялась. Но есть мощнейшая структура, производственные площади и великолепнейший логистический комплекс. Вот только управлять этим нужно уметь грамотно. Надеюсь, новый директор, руководитель Ян Дюнинг сумеет это сделать. Шаги уже сейчас декларируются вполне себе правильные. Ну а время покажет, как у него это получится. Магнит платит, кстати, еще и хорошие для своего сектора дивиденды. И с учетом полученных дивидендов, за прошедший год результаты инвестирования у меня получились около нулевыми. Магнит в моем портфеле был худшим. Тоже неприятный результат был по МРСК, Центра и Приволжье. Вот смотрим на его график. На графике видно, что основное падение произошло в ноябре на плохом отчете. А текущий рост на общей эйфории и промежуточных дивидендах. За год акции упали на 10%, но заплатили дивидендов с доходностью более 15% годовых к цене начала года. Результаты инвестирования таким образом положительные, получился около 5%. Похожие результаты общего инвестирования показали компании НЛ и МРСК Волги. Их подробно смотреть не буду, а в общих итогах будут все цифры и все компании. Можно будет подробно изучить все эти эмитенты. А теперь опять о приятном. Хочу показать Яндекс. У меня Яндекса довольно много. Сейчас примерно 850 тысяч рублей. Поэтому не обойду вниманием данную компанию. Вот мы ее видим на графике. Яндекс вырос на 40%. Но потрепал нервы неплохо многим инвесторам. Было такое дело. Это было заметно в комментариях, когда я рассказывал новости по этому эмитенту в своих выпусках. Была попытка в октябре зарегулировать эту частную компанию. Все довольно неплохо в итоге разрешилось с небольшими правдоговорками. На которых я не буду сейчас акцентироваться. После этого компания обновила свои максимумы. Компания интересная, бурно развивается. В некоторых областях занимает околомонопольное положение. Бизнесы прибыльные, ну в общем в основном прибыльные. Компания не платит дивиденды сейчас, но со временем может начать это делать. А время у меня в общем-то есть, я готов подождать и дождаться этого момента. Далее, а совсем уже приятно. Это АФК-система. Смотрим на график. На такой график смотреть приятно. Хочется на него смотреть долго. Рост с начала года 88%. Красота. Я много рассказывал в своих выпусках по российской части своего инвестиционного портфеля об АФК-системе, об этом холдинге. Говорил, что бумага с явным негативным имиджем после истории с башнефтью. Кроме того, на эмитента давила его чрезмерная долговая нагрузка. Негатив в имидже со временем рассасывается. Компании, входящие в холдинг, показывают хорошие результаты, а долговая нагрузка уменьшается усилиями менеджмента. И как следствие бумага растет. Также драйвером к росту было заявление основного бенефициара холдинга Евтушенкова о возврате к дивидендной политике. Ну то есть система теперь еще и будет платить ощутимые дивиденды. В прошедшем году дивидендов от системы было совсем мало. Теперь еще один рекорд моего портфеля. Это ОГК-2. Смотрим на графики. Рост в 80%. Компания росла на хороших отчетах. И сейчас тоже, в общем-то, все хорошо. Но ближе к концу года вышли новости, вследствие которых получается, что компания теперь кредитует Газпром. Причем как-то насильно. Напомню, что Газпром контролирует ОГК-2. Эта новость расстроила инвесторов. ОГК-2 платила хорошие дивиденды и дивидендная доходность к цене начала года составила величину более 11% годовых. Общий итог инвестирования за 2019 год в акции эмитента ОГК-2. Это рост акций 80% плюс дивиденды с доходностью 11%. И, в общем-то, в итоге в сумме дали рекордную для моего портфеля цифру 91,6%. Это итоговая доходность по данному эмитенту за прошедший год. Это рекорд моего портфеля за 2019 год. Отличные общие результаты. Инвестирование показали также бумаги ТГК-1. ТГК-1 это 65% и ФСК-ЕС 52,5%. На них я не акцентируюсь. Цифры по ним тоже увидите в итоговой таблице. А сейчас покажу еще две компании. Поймете, почему именно их и перейду к итогам и выводам. Ну вот сейчас в частности будет ГМК Норильский Никель. Акции этого эмитента я купил в этом году. Поэтому покажу расчет от цены приобретения, а не с начала года. Тем не менее, график вы видите с начала года. Цена росла активно. В основном это связано с ростом биржевых цен на Паллади. Мои акции ГМК Норникель выросли на 40% с момента приобретения. Еще одна компания, которую я хотел приобрести и приобрел в этом году, это Алроса. Однако, это приобретение, в отличие от Норникеля, меня порадовать не смогло. А вот разочаровать сумела. График тоже годовой, но расчет доходностей с момента приобретения. Роста акций не получилось. Получилось падение на 5%. Выплаченные дивиденды, конечно, существенно скрасили общий результат инвестирования, но тем не менее. У Алрос проблемы с продажами. В последнее время ситуация начала исправляться. Но этот тренд неустойчив. Да и, собственно, тренда-то как такового пока нет. Тут и общий мировой спрос на алмазы упал, и производство синтетических алмазов продолжает развиваться. Ну, как бы все вместе. Вот, что хотел показать отдельно, то показал, а сейчас я покажу таблицу. Ну, то есть, все результаты я свел в общую таблицу. Давайте ее посмотрим и перейдем таки уже к выводам. Смотрите, желтым я выделил Алросу и Норникель, потому что там взяты начальные котировки по цене приобретения, а не с начала года. По всем остальным с начала года, потому что бумаги пролежали весь год. Я не спекулирую. Такие результаты без спекуляций. В таблице совершенно не учтены Яндекс, которого довольно много, и который показал тоже хороший результат по году. Я его уже показывал в сегодняшнем видео. Не учтены РБК, которого у меня совсем мало. Не учтены фонды FXTB и FXGD, которых совершенно немного, и приобретать я их начал ближе к концу года. Это все не повлияло на общие результаты существенно. Это не дивидендные бумаги, и я не включил их в общую таблицу. Это основная причина. В таблице мы видим ВТБ, Мосбиржи, Росгидро, ФСК, ЕС, МТС. Это бумаги с довольно ощутимыми долями в моем портфеле и с вполне хорошими результатами. Но подробности все рассматривать я не буду, сэкономим время. Если интересно, то можете изучить таблицу поподробнее. В таблице можно увидеть доходность по росту цены за год. Есть такая колонка. Найдите ее. Также дивидендную доходность можно увидеть к цене начала года. А в случае с Алроса и Норникелем к цене приобретения. А последняя колонка показывает общую доходность инвестиций, включающую в себя рост активов и дивидендную доходность в сумме. По таблице мы видим, что общая сумма инвестирования почти 8,5 млн. рублей на начало года. И эта сумма вполне благополучно выросла в сумму 11,150,000 рублей, что соответствует росту 32%. Если вместе с дивидендами, то почти 40%. Правда, я здесь в таблице не уменьшил дивиденды на 13% налога. Я здесь это не учел. В общем, в итоге, конечно, получилось меньше, меньше чем 40%. Ну, как вы понимаете, ненамного. Ну, если учесть налоги. Но результат однозначно радостный и хороший. Вспоминаем, в начале видео был график индекса Мосбиржи полной доходности. Вот он, опять я его повесил. У меня, причем, рост этого индекса был 38%. У меня, похоже, получилось примерно столько же. При этом риск российской части моего общего портфеля был высоким, следствием низкой диверсификации. Ну, немного покритикую себя. Если бы Сбербанк повел себя иначе, то я не смог бы показать такой хороший результат. Учтите это и сделайте правильные выводы. Очень плохо, когда общий результат в очень большой степени зависит от результатов одного эмитента. Я, конечно, рад таким результатам, но очень хорошо понимаю, что прибыль бумажная и сиюминутная. И в будущих периодах возможны просадки и не меньше, чем рост этого года. Но я уверен, что в будущем такое инвестирование позволит мне жить на дивиденды. Я уже видел серьезные просадки и коррекции, посмотрю и на следующую. А пока вот такой хороший результат. Без спекуляций это инвестирование. У кого-то из вас результат может быть и лучше, особенно если у вас было много Газпрома. У кого-то результат хуже. Реально должно радовать то, что результат выше инфляции. Это достаточная и приемлемая доходность. Все, что выше, это не гений управляющего, а скорее всего просто подарок судьбы. Такой вот хороший и приятный подарок от фондового рынка в прошедшем году был. На сегодня это все. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пожелаю вам удачных инвестиций на российском рынке. Всем большого профита и да пребудет с вами сила сложного процента.